Так, Таня Зайцева, вступит ли когда-нибудь Россия в НАТО? В данном случае речь идет о вступлении даже не в военно-политическую организацию, а вступлении в западное сообщество, которое очень выгодно России. В России слишком протяженные границы, слишком много опасностей, и Ближний Восток там недалеко, и новые государства, которые образуются на территории Кавказа, будут представлять опасность для России. И Китай, и Северная Корея. Россия очень заинтересована в союзниках, и союзников глобальных, и сегодняшняя конфронтация со всем остальным миром. Но это глупость несусветная. Это, как говорится, кидать камни в дом соседа, живя в стеклянном доме. Нам нужны друзья, нам нужно в окружении России, нужны дружественные государства. И это должно быть целью международной политики, целью Министерства иностранных дел того будущего демократического государства России или тех будущих государств, которые образуются на территории России. Дружественные отношения со всем окружением. Так что Россия, настоящая Россия, Россия, которая собирается жить долго, заинтересована во вступлении и в НАТО, и в западное сообщество. Россия, которая решает сегодняшние сиюминутные задачи, очень важные сегодня для Кремля, удержание власти Путина, вот конкретного человека, даже не его группы, а именно Путина. Потому что, если говорить об удержании власти группы, то первое, чем эта группа пожертвует, это самим Путиным. Решая эту задачу, конечно, трудно себе представить о вступлении России в западное сообщество. Но, к счастью, политические авантюристы, которые захватывают власть или приходят к власти, они приходят все-таки временно, не навечно. Будем надеяться, что ненадолго.